Подрэнчник крок по кроку, позжём А1, лекция 13, тринадцатый урок и сегодня мы с вами начнём изучать прошедшее время. Где былась маме? Былом в кине. Где ты была маме? Я была в кино. Новое слово. Новые слова. Стыд, стыд, стыдно. Отберечь телефон. Отвечать на телефон, то есть снимать трубку телефона. Отберечь телефон. Меч защинг. Я здесь написала перевод, как иметь предел, диапазон, радиус. Например, у нас телефон и он имеет какую-то сеть. Ловит или не ловит? Вот если ловит, значит мы скажем мам защинг. Если не ловит, мы скажем не мам защинг. То есть меч защинг, когда телефон что-то ловит или вай-фай что-то ловит. Можение, мечта. Отписывать. Писать ответ, отписывать. Счастье. 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 Счастливый. Счастливый. Помогать. Помогать. Рандка. Свидание. От слова рандеву. Рандка. Свидание. Ващне. Собственно. Именно. Вообще-то слово очень популярное. Даже когда что-нибудь договорят, можно ответить. Но ващне. Ну да, именно так. Ну собственно. Или можем сказать. Но ващне. Зачнем мы в дешейшем лекции. Ну собственно давайте начнем сегодняшний урок. Едночешне. Одновременно. Сегодня мы будем с вами изучать прошедшее время. Но в начале мы прочтем несколько коротеньких диалогов. Переведем их. И в этих диалогах у нас выделено прошедшее время глагола быть. Часовника быть. Помним, что это самый важный глагол в польском языке. И прочтем, переведем. Былощ ю штукедыщ? Ты был уже здесь когда-то? Не, не былым. Естым первый раз. Нет, я не был. Я здесь первый раз. Честь маме. Где былощ? Привет, маме, где ты была? Честь щигэ. Былом в центре штуки и культуры японской манго. Привет, я была в центре искусства и культуры японского манго. И здесь мы видим, когда мальчики говорят, то окончание лэщ, ты был. И он отвечает, былым. Видим, буковка э. Когда девочки говорят, где былащ? Окончание лащ с буквой а. И отвечает, я былам. Я была. Чи они были на мэтчу? Они были на матче. Смотрим, вот у нас картиночки здесь подписаны. Девчонки были на матче. А вчора и было так ладонь, а вчера было так хорошо. А сегодня наверняка болит голова, может быть, или еще что-то. Или погода сегодня испортилась. О боже, як вы выглядяйте? О боже, как вы выглядите? Смотрим пятую картиночку. Запачканные парнишки пришли. Где былище? Где вы были? Былищ мы на тренингу. Мы были на тренинге. И здесь обратите внимание, ударение я ставлю не на предпоследний слог. Не говорю былище, былищ мы. Я говорю былище, былищ мы. Здесь окончание лищ, че, лищ мы. И ударение падает перед всем окончанием. Ха-ха, он хыба был на доброй импреже? Он наверняка был на хорошей вечеринке. О так, на певно было швец. О да, было отлично. Наверняка было отлично. Итак, рассмотрим, как же изменяется в прошедшем времени глагол быть. Часовник быть и час пшешвы. Пшешвы. Время прошедшее. Здесь мы видим мужской род, женский род, средний род. И это все у нас единственное число. Также у нас есть множественное число лично-мужской формы и не лично-мужской формы. Лично-мужская форма, это форма они, когда у нас есть хотя бы один мужчина, один и более. Все остальное, это не лично-мужская форма, форма они. Здесь могут быть женщины, дети, животные, все что угодно, какие-то предметы, еда, все что угодно, когда у нас нет ни одного мужчины. Итак, читаем. Повторяйте, пожалуйста, вслух вслед за мной. Род займенский, мужской род. Я был, ты был, он был. То есть мы видим, когда мы говорим я, все равно окончание м, когда ты окончание щ и буковка э в мужском роде. Такие окончания в прошедшем роде будут у всех глаголов. Видим, выделено красным. Женский род читаем. Я былам, ты былащ, она была. Средний род. Оно было. Например, детско было, ребенок был. Или просто было швеции. Вчера было хорошо. Лично-мужскую форму читаем множественное число. Мы былищ мы, вы былище, они были. Ударение падает на слог, который стоит перед всем окончанием. Перед лищ мы, перед лищ че. Мы скажем былищ мы, былищ че, были. Не лично-мужская форма. Былыщ мы, былыщ че, были. Здесь видим более грубо. Здесь у нас мягенько, лищ мы, здесь выщ мы. Ль, а здесь у нас ль. Былыщ мы, былыщ че, были. И также ударение падает перед всем окончанием. Перед лищ мы, перед лищ че. Давайте для закрепления выполним упражнение. Здесь нам нужно часовник быч, глагол быт, поставить в правильном варианте, в правильной форме прошедшего времени. Первый пример прочтем. Мы и родзай менске. То есть лично мужская форма. Родзай менске и родзай женске во множественном числе будет написано. Это значит форма не лично мужская, форма она. Здесь у нас мы, родзай менске, значит окончание лищ мы будет у нас. Былищ мы на концерте. Мы были на концерте. Понимай, то она, я, 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 Каролина и маме были в кино на польском фильме. Кароль, то он, ведь был, Кароль был на щеломне. Кароль был в тренажёрном зале. Кароль и Каролина, и здесь у нас они, но здесь есть мужчина, поэтому форма они, и мы скажем были. Кароль и Каролина были в школе. Каролина, Анжела, то она, ведь была, подсматриваем в табличку пока, Анжела в субботу была в пабе. Чы, и видим в скобках вы, родзай мэнске, то есть лично мужская форма вы, значит окончание лище, былище. Чы былище в Кракове, вы были в Кракове. Вчоры, и здесь у нас мы, родзай женский, то есть не лично мужская форма, смотрим вот сюда, форма мы, былыщ мы, вчорай былыщ мы на выставе. Вчера мы были на выставке. Мы, значит, без мужчин ходили. Дище ест ладни, а вчорай было бжитку. Сегодня есть хорошо, сегодня хорошо. А вчера было плохо. Было, было, среднего рода нам надо сказать, поэтому мы и говорим было. Вы, родзай женский, значит мы скажем былыща. Былыща юж на вакациях, вы были уже на каникулах, былыща вы, то есть какая-то компания, где нет мужчин. Где был Хавьер? Хавьер, то он, венц, был, поэтому был. Где был Хавьер? Где был Хавьер? Те бананы, и видим бананы, они, но среди них нет мужчин, поэтому мы выберем форму они, были. Те бананы вчорай были желоны, а дища юж со, жуты. Эти бананы вчера были зеленые, а сегодня уже они есть желтые. Это очень важный глагол, давайте к нему вернемся еще раз. Можете отскринить себе страничку, его надо, эти формы, выучить, запомнить. И пока подсматривайте первое время, какие окончания у глаголов. Мы с вами идем дальше и прочтем, переведем диалог. Подчеркнуты все слова в прошедшем времени. Мы будем читать, переводить, а вы, пожалуйста, обращайте внимание на окончание. Есть понеджелек, сейчас понедельник, 8.45, 8.45. Мамя и Анжела сон на корытажу, пьем хербаты и разговариваем. Мамя и Анжела в коридоре пьют чай и разговаривают. До школы входит УВ. В школу входит УВ. Привет, девчонки, как дела, как выходные? Привет, УВ. Выкенд был шветным. В пентак в нотце было в Галерии Краковске. Выходные были прекрасные. Но уикенд в польском языке это слово в единственном числе. Это он, поэтому мы говорим был, был прекрасный. В пятницу ночью я была, был вам. Если я девушка, у нас окончание вам. Мужчина будет вам. В пятницу ночью я была в торговом центре Краковском. В ночи, ночью, так, то была специально ноц закупов. Венц, были дуже работы. О, купила, например, тен светор. Стыд, але спендила там кілька годзин. В суботе вечором, был вам за знайомыми в клубе Пауза. Познала вам барду інтерасуюцых людзі, розмовяла вам по-польску, танчила вам і вручила вам до дому в недзеле рано. Да, это была специальная ночь покупок. Ноц, она, венц, была, ночь она, поэтому была. Венц, были дуже работы. Поэтому были большие скидки. Работы, они, но здесь среди них нет мужчин, поэтому были, они были, были, были большие скидки. О, купила, например, этот светор. Я купи вам, окончание вам. Не только в глаголе быч, в часовнику быч, может быть такое окончание. Во всех глаголах будет одинаковое окончание по лицам и по числам, единственное число или множественное число, лично мужская форма или нелично мужская форма. Когда мы девушка и говорим о себе, я вам. Я купила, например, этот свитер. Мне стыдно, но я провела там несколько часов. В субботу вечером я была со знакомыми в клубе Пауза, познакомилась с очень интересными людьми, разговаривала по поиске, танцевала и вернулась домой в воскресенье утром. Шветня, то значит же была добрая импреза. Отлично, это значит, что была хорошая вечеринка. Импреза, то она, венц, была. Вот так было вспоняли. О да, было прекрасно. А ты, маме, что ты делала на выходные? Когда мы говорим ты, не что робила, обязательно окончание уащ, вэщ, в зависимости мужчина или девушка. В данном случае Ува говорит к маме, к девушке обращается, поэтому выбирает окончание уащ. Что робила, что ты делала на выходные? Я была в кино разом с Каролином. Огландалищ мы польский фильм. Разумела только трохи, а то ниц. И так было файне. В суботе была шветна погода, венц с Каролином спацеровались мы по Казимежу и робилищ мы zdjęти. В неделе была в доме, спала, рисовала, граала в Нинтендо, трохи училамще и трохи помогалам пани Май робич обед. То был спокойный выгод. А ты, Уве, былась в Варшаве? Я была в кино вместе с Каролиной. Оглёндаусь мы ударение на да. Помним, что ударение падает в прошедшее время не на предпоследний слог, не на уы, а только перед всем длинным окончанием. Оглёндаусь мы. Мы смотрели польский фильм. Я понимала, только немного, но это ничего. И так было классно. В субботу была отличная погода, поэтому мы с Каролиной, опять же, спацеру, ваусь мы ударение на ова перед всем окончанием. Поэтому мы гуляли по Казимежу и делали снимки. Рубиващим, опять же, ударение на би перед всем окончанием. В неделю я была дома, спала, рисовала, играла на приставке, немного училась и немного помогала понимать, делать обед. Это был спокойный выгод. Это были спокойные выходные. А ты, Уве, был в Варшаве? И видим, когда мы обращаемся, ты и мужчина, у нас окончание уэш. Бы, уэш. Ты был? Так, целый выгод спенджиуем в Варшаве. Працувауем, працувауем, працувауем и учиуемся польскего. Але только, когда ехала им почемки. В Варшаве споткала им еще теж за знайомыми в пабе и, очевидно, пила им польске пиво. И, веш, что? Была в пиальне чоколады в Варшаве. Да, я все выходные, целые выходные провел в Варшаве. Я работал, работал, работал. Видим, когда я, мужчина, говорим о себе, мы везде глаголы добавляем окончание. Уэм. Уэм. Учился польскому, но только, когда ехал в поезде. В Варшаве я встретился также со знакомыми в пабе и, конечно, пил польское пиво. И знаешь, что? Я был шоколадницей в Варшаве. И как было? Смаковала че чоколада? И как было? Вкусна ли тебе была эта шоколадка? Ну, шоколад был ли тебе вкусен? Было бардзо мило, а чоколада была пышна. Было очень приятно, а шоколад был вкусный. Не спуткал ища с Хавьером? Ты не встретился, не встречался с Хавьером? Не, не рем, где он был. Нет, я не знаю, где он был. Но влашня, мы тэш не вемы. Ну, собственно, и мы тоже не знаем. Я целый час ще мартви. Я все время беспокоюсь. Мартвище беспокоится волновацией. Помню, что ще у нас, малышка вертихвостка, которая бегает по предложению. Вначале ей нельзя становиться, а в конце она сама не любит становиться, сквозняки ей там дуют. Поэтому она перед глаголом в данном случае стала. Я целый час ще мартви. В пентак не было го в школе. Может, что ще стало? В пятницу не было его в школе. Может быть, что-то случилось? Итак. Прошли еще раз послухать диалогу и написать, что они рубили веконт. Мы еще раз слушать диалог не будем, а сразу ответим, кто что делал в выходные, чтобы закрепить немножечко прошедшее время. Мами, то она, то есть она не от своего имени говорим, а мы о ней говорим. Поэтому говорим, была в кине, споцеловала, огляндала фильм, робила сделча, была в дому, спала, рисовала, играла, на Нинтендо, учила ще, помогала по аниме. Перевод я написала. Анжела, Анжела, тоже она, ведь была, Анжела была в галерии краковской, купила светер, была за знайомыми в клубе, познала интересующих людей, розмавяла по польску, танчила, вручила до дому, в неделе рано. Увы, то он, в заканчане у нас будет в, Увы, спенджиу выкенд в Варшаве, провел выходные в Варшаве, працовал, учил ще польске, ехау по чонгам, споткаўся за знайомыми, пил польске пиво, был в пияльній чоколады. Прекрасно. Переходим к следующему упражнению, на стэмпное чвечэнне, номер шесть. Следующее упражнение, номер шесть. Здесь у нас даны глаголы в скобочках, нам нужно раскрыть скобочки и приклеить к глаголам правильное окончание в прошедшем времени. Здесь у нас подсказочка, я написала, пони, значит, это мужской род и лично мужской род во множественном числе. Ниже у нас женский род и не лично мужской форма и лично мужская форма во множественном числе. Окончание выделено красным. Итак, том, то он, венц у окончания. Что мы делаем? Мы вычеркиваем ч и добавляем нужное окончание. Училще. Том вечером училще языка польского. Том вечером учил язык польский. Они, значит, смотрим, ли окончание будет. Вычеркиваем ч, добавляем ли. Они мешкали в Кракове пять лет. Они жили в Кракове пять лет. Каролина, то она, уа. Окончание нам нужно приклеить. И мы скажем, Каролина готова уа зупе помидорову. Также ч вычеркиваем и добавляем окончание уа. Каролина готовила, варила суп томатный. Пан Гжегош, то он, венц просто окончание уа, будет концовка уа, ч вычеркиваем, добавляем уа. Пан Гжегош працовал дещь в дому. Пан Гжегош работал сегодня дома. О дещонтой паня Йоанна пила каве. Паня Йоанна, она, она, венц пила, уа добавляем, ч вычеркиваем, уа добавляем. В десять часов паня Йоанна пила кофе. В неделе маме огляндауа польский сериал в телевизии. В воскресенье маме смотрела польский сериал в телевидении. Ч вычеркиваем, добавляем нужное окончание, в данном случае уа, огляндауа, она. Уикенд, и здесь мы видим глагол споткача, мы родзайменский, то есть лично мужская форма нам надо, лишь мы окончание. Значит, мы скажем уикенд, споткалищ мы, щ с ними, ч вычеркиваем, лишь мы добавляем, щ никуда не уходит, споткалищ мы, щ с ними, и ударение перед всем окончанием лишь мы. В выходные мы встретились с ними. В субботы оне, чви, чи, вы йога, оне, чви, ч вычеркиваем, оне форма, смотрим, окончание уи добавляем. В суботу они упражнялись в йоге. Чи ты теж, и видим, что ты, но у нас родзайменский, подсказочка в скобочках, чтоб мы понимали, о ком идет речь. Значит, уэщ окончание. Чи ты теж грауешь в карты в карты целом ночь. Ты тоже играл в карты всю ночь? Грач, ч, вычеркиваем, добавляем окончание уэщ. Мы, родзайжэнске, то есть не лично мужскую форму, мы смотрим уэщмы, и скажем, мы с пшонта уэщмы, джище и мешканья. Ударение на та. Мы с пшонта уэщмы, мы убирали сегодня квартиру. С пшонтач убираем. То есть как будто пшонку рассыпали и надо убрать с пшонтач и в прошедшем времени в данном случае мы скажем с пшонта уэщмы. Дальше вы и родзаймэнске значит окончание будет лище. Читалище юж кшоншки по-польску. Вы читали уже книги по-польски. Чи вычеркиваем, добавляем лище. Читалище, не забываем про ударение. Идем дальше. Упражнение номер семь. Нам нужно ответить на вопросы. Давайте примерно прочтем какие могут быть варианты ответа. Цо рубилась вчерой? Что ты делал вчера? И здесь мы видим по окончанию что задает вопрос мужчине вэщ. Что ты делал вчера? И отвечать также нужно с правильным окончанием от лица мужчины. Вчерой рубилем закупы. Например, вчера я делал покупки. Цо рубилещ? Рубилещ przed вчерой. Здесь у нас два варианта уже делал или делала. Позавчера. Пршед вчерой былом в кине. Неделю назад я был в кино, а девушка бы сказала былом в кине. Цо рубилещ? Рубилещ? Чи мещонце тэму? Что ты делал или делала три месяца тому назад? Чи мещонце тэму купил самокуде? Три месяца тому назад я купил автомобиль. Цо рубилещ? Рубилащ по уроку тэму? Что ты делала пол года тому назад. Полгода тому назад я был или была на каникулах в отпуске. Что ты делал? Делал пять лет назад я ходила в школу. Когда ты последний раз готовила обед? Например, позавчера. Когда ты последний раз был в кино? Две недели назад. Когда ты последний раз слушал или слушал музыку? Вшед вчера и вечером. Позавчера вечером. Когда ты последний раз играл или играла в мяч? Полгода тому назад. Когда ты последний раз был или была на каникулах? Пять месяцев тому назад. Итак, где-то моя большая табличка потерялась. Сейчас, секунду. Найду табличку. Не сохранилась табличка. Хорошо, мы рассмотрим ее в маленьком варианте. Вот она у нас здесь, в правом верхнем углу. Смотрите, когда мы спрашиваем кеды, когда? Мы можем ответить вчора и пшед вчоры, например, вчера или позавчера. Но также мы можем сказать, например, два дня тому назад или три месяца тому назад или неделю назад. Как нам это сказать? Когда у нас есть единичка, просто неделю назад, день назад, месяц назад или год назад, мы скажем тыджень тэму, месяц тэму, рок тэму. Тэму переводится как тому назад. Неделя тому назад, месяц тому назад, год тому назад. Когда у нас есть цифры 2, 3, 4 и числа, которые заканчиваются на 2, 3, 4, кроме 12, 13, 14, стандартное наше правило, мы скажем дни, два дни тэму. Тши ты го дне тэму. Чтеры мещенце тэму. Видим здесь у нас окончание эээ. И, например, двадеща два лата тэму, 22 года тому назад. Все остальные цифры, кроме 2, 3, 4, мы будем говорить пенчи дни тэму. Шэщь ты го дни тэму. Видим здесь окончание эээ. Щедем мещенцы тэму. Еденаще лат тэму. Одиннадцать лет тому назад. И здесь обратите внимание на слово мещенце, 2, 3, 4. Мещенце. В основе слова у нас аз огон кем, он и окончание эээ. Когда мы говорим все остальные цифры, кроме 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее, у нас аз огон кем меняется на ээз огон кем. Мещенцы. И окончание эээ. Давайте почитаем диалог из упражнения 8. Прочтем и переведем. Так, секундка. Так, окей. Читаем диалог и переводим. Десять сорок. Понеделок, понедельник. Шэрва, перерыв. Анжела, маме и Уве разговариваем на корэтажу в лоще до школы в ходе Хавьер. Перерыв. Анжела, маме и Уве разговаривают в коридоре. В школу входит Хавьер, которого в прошлом диалоге они потеряли. О, честь! Чекача на мне? О, привет! Вы ждёте меня? Специальное повитание. А где сон квяты? Особенное приветствие. А где цветы? Хавьер, нарешче естэш. Где былэш? Хавьер, наконец-то ты есть. Где ты был? Здесь также обращаем на окончание в прошлом времени. Где было? Детективи. Все вы хотите знать. Ноль приватности. Хавьер, то не ест шмешне. Мартвилищ мы ще учебе. Не было че в пёнтак в школе. Не отбирауўш телефоны. Не отписываўш на эсэмэсы. Хавьер, это не смешно. Мы беспокоились о тебе. Не было тебя в пятницу в школе. Ты не поднимал телефон. Не отвечал, не отписывался на эсэмэсы. Видзе же то не сон жарты. Я вижу, что это не шутки. Не забываем, когда у нас во множественном числе и мы ставим глагол быть, шасовник быч в правильную форму сон. Не забываем. Прошу прощения, но я был в горах и у меня не было связи. Кче в горах? Где в горах? Так, в закопанэм. Да, в закопанэм. Что там рубилось? Что ты там делал? Вшистку, моя дрога, вшистку. Все, моя дорогая, все. Ну, давайте, наверное, на сегодня все. Остальные правила в прошедшем времени мы с вами разберем в следующем уроке, в следующем видео. Домашнее задание. Читаем тексты вслух. Вопросы-ответы читаем вслух. Табличку запоминаем, как ответить. Вчера, позавчера, день, назад или два, три, четыре или все остальные цифры. Дни, недели, месяцы, года. Также читаем предложения вслух обязательно. Читаем диалог также вслух обязательно. Читаем предложения. И запоминаем, какие окончания у глаголов в прошедшем времени. Напомню, у нас единственное число. Мужской род, женский род, средний род. И множественное число делится на личную мужскую форму, когда есть хотя бы один мужчина, и не личную мужскую форму, когда нет мужчин. Спасибо. 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 Спасибо.